Наш гость Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. В Украину сегодня приехал президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйн. Что это за сигнал, тем более в этот день, 9 мая? И в Брюсселе, кстати, возле здания Европейской комиссии, в День Европы рядом с флагами стран ЕС, подняли государственный флаг Украины. Ну, на мой взгляд, это такой, скажем так, символический жест, который подчеркивает важность Украины для того, что сегодня происходит в Европе в целом. Имеется в виду с точки зрения перестройки, которая сопровождает сегодня политические процессы на европейском континенте. Кстати, сама Урсула фон дер Ляйн вчера заявила о том, что очень важно быть в Киеве именно 9 мая, подчеркивая, что основная борьба за те ценности, в которых мы сегодня живем, в которых мы сегодня находимся, которые определяют нашу жизнь, это защита этих ценностей проходит именно по фронтовой линии на Украине. Это очень важно. Смотрите, 4 основных составляющих. Первое — это синхронизация, собственно, нашего быстрого продвижения в европейское сообщество. То есть Украина, мы с вами это прекрасно понимаем, будет неотъемлемой частью европейского континента, потому что Европа в том виде, в котором она будет после этой войны структурирована, конечно же, без Украины невозможно. И не только с безопасностной точки зрения, с военной точки зрения, но и также с точки зрения единого информационного, культурного, политического и экономического пространства. Второе составляющее. Безусловно, Европейский Союз, как коллегиальный орган, сделал ставку на то, что в этой войне должна быть достигнута абсолютная справедливость. Абсолютная справедливость не в том виде, как она была, к сожалению, неправильно истрактована в 2014 году, когда, скажем так, не совсем до конца продуманная глобальная политика привела к тому, что мы сегодня имеем следующий этап большой масштабной войны, затеянной Россией еще в 2014 году. Так вот, сейчас Европейский Союз делает ставку на то, что война должна закончиться исключительно на условиях Украины. И отсюда третье. Для этого нужно сделать все возможное, в том числе и по поставкам военной техники. Я напомню, что Евросоюз очень активно принимает в этом участие, в создании тех или иных фондов, которые направлены и на закупку необходимой нам техники. Вот вы только что говорили об снарядах больших калибров в размере миллиона. Но точно так же и для, скажем так, инвестиций в военно-промышленные комплексы европейских стран и для закупки на рынках третьих стран техники, которые нам необходимы. И четвертая составляющая – это усиление совместных информационных дипломатических программ, которые должны все-таки неустанно подчеркивать важность правильного течения этой войны. Я, кстати, в этой связи упомню слова господина Борреля. Это, по сути, министр иностранных дел Европейского Союза в целом, который зафиксировал, что на сегодняшний день нет ни одного другого дипломатического пути, ну или, вернее, пути окончания войны, если более широко говорить, кроме формулы мира президента Зеленского. То есть, грубо говоря, любые другие инициативы, они, конечно же, должны опираться исключительно на формулу мира, где первым пунктом стоит выход, обязательный выход российских войск за пределы всей территории, в том числе той территории, которая была оккупирована в 2014 году. Вот, мне кажется, так символично все это сегодня подчеркивает визит Урсулы фон дер Ляйен. Ну и президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому отныне ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы. Вот, насколько все-таки эпохально это решение? Мы выходим из нарратива 9 мая от России и наконец-то ближе становимся к общей европейской семье? Это не то, что эпохально. Вы знаете, мне кажется, что мы и сейчас-то до конца еще не избавились от каких-то отголосков прошлого провинциализма. Я об этом неоднократно говорил. Смотрите, мы иногда живем в повестке, которую до сих пор задает Россия. Вот, ну, смотрите, у нас сегодня некоторые телеканалы в своих YouTube-трансляциях показывали, неважно с каким комментарием, но показывали в прямом эфире трансляцию парада с Красной площади. Это нам точно надо? Это точно нам интересно? Ну, с точки зрения того, какую ценность информационную это ведет? Мы в другом вообще формате находимся. На сегодняшний день для нас не существует ньюсмейкера под названием Российская Федерация. Да, в рамках войны, понятно, мы оцениваем, что они делают на поле боя, какие ресурсы у них есть, разведка наша работает и так далее. Но мы до сих пор, смотрите, Пригожин у нас ньюсмейкер, Медведев у нас ньюсмейкер. Приезжает, я прошу прощения, госпожа Пугачева туда. Да, она занимает правильную позицию в этой войне, но тем не менее она для нас фундаментальный ньюсмейкер. У нас очень, это я только за последний день говорю, да, у нас очень много зависимости, до сих пор сформированной зависимости от информационной повестки, насаждаемой Россией. На самом деле мы должны формировать свое повествование, в том числе и с точки зрения исторической памяти, и в том числе с точки зрения переосмысления истории, потому что это советская история. Мы можем ее как в учебниках изучать с точки зрения, насколько это было опасно для развития социальных отношений. Ну, грубо говоря, советская идеология в классическом ее исполнении. В том числе, почему эти праздники превратились в победобеси. Я напомню, кстати, давайте мы все-таки не забываем. Смотрите, как такового праздника и парада победы в Советском даже Союзе не было. Четыре раза на круглые даты. 65-й, 85-й, 90-й и 95-й год. Потом появляется вот этот субъект по фамилии Путин, да, и как человек, который предложил своему собственному обществу нищету в качестве компенсации за то, что они будут себя чувствовать великими якобы. Вот они вернулись к танцам на костях, да, к танцам на могилах мертвых. То есть на самом деле для России ведь праздник победы – это не демонстрация понимания, какую цену заплатили люди во Второй мировой войне. Да, это скорее танец, который, знаете, такой ритуальный танец, типа мы можем все это повторить, мы можем зайти в другие столицы, мы можем убить столько же людей, мы можем захватить другие страны. Вы хотите, чтобы мы прошли с такой же артой, как мы прошли в 45-м году по Восточной Европе, насилуя мародерия и так далее. Понимаете? То есть вот мы делали вид долгое время и до сих пор даже делали в течение 30 лет нашей независимости вид, что мы не понимаем идеологическое содержание этих праздников. Нету никакого 9 мая. Есть 8 мая, концептуально это день фиксации капитуляции нацистской Германии. Это день, когда вся Европа, которая пострадала очень сильно от действий, собственно, нацизма, немецкого нацизма на тот момент, Европа плачет за своими погибшими, за миллионами людей погибших. Это не может быть день танцев, которые устраивает Россия. Это не может быть день этих пьяных криков бесконечных. Ура, ура, мы сейчас кого-то еще убьем и так далее. Поэтому мы должны либо быть синхронизированы с Европой, это очень важно. И это должно закрыть окончательно у нас этот гешталь незакрытой советской истории. Либо мы должны признать, что мы вторичны, провинциальны. Я, например, не хочу признавать, что я вообще считаю, что с точки зрения интеллектуального исполнения у Украины гораздо больший объем и гораздо больший потенциал, чем у Российской Федерации, которая, в принципе, находится уже на спаде своего существования, имеется в виду цивилизационного существования, они не генерируют сегодня ничего. Украина, наоборот, имеет шанс генерировать что-то позитивное, полезное для современной цивилизации. Поэтому, мне кажется, абсолютно точно нужно ставить точку на прошлом, изучать его с точки зрения того, что такое советская идеология как концепция. Я не беру такое понятие, как коммунистическая идеология, как советская. То есть что это за лагерный тип государства был, который привел к таким чудовищным жертвам, вы помните, да, и с точки зрения репрессий, и с точки зрения людей, которые попадали в систему государственного управления лагерей, ну, ГУЛАГ так называемый и так далее. То есть мы должны это изучать, чтобы не повторять. И точно мы должны быть полностью отделены от концепции сегодняшнего российского типа, политического процесса. Вот вы назвали военный парад в Москве парадом убийц, да, отметив, что перед этим Россия выпустила по мирным украинским городам 25 крылатых ракет. И знаете, верх цинизма, когда Путин вышел на трибуну и заявил буквально следующее, что против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Вы знаете, когда... Я, честно говоря, даже не думаю, что нужно анализировать некоторые явные психические, скажем так, извращения, да, ну или там отклонения. Ну, смотрите, ну человек начал войну в 2014 году. Убивал то же самое, что в Буче, кстати, напомню, делал в Донецких и Луганских городах, в селах и так далее. Человек убивает. Никто на него не нападал. И ты выходишь, да, на таких понтах все время. Мы тут сейчас всех будем ставить на колени, у тебя не получается. Ты получаешь по своим старческим зубам. И после этого ты начинаешь вот эту истерику, рассчитанную на кого? На нас напали, на кого напали? На Россию, которая постоянно политические убийства везде организовывала, организовывала попытки переворотов государственных, организовывала попытки вмешательства в политические процессы через выборы, организовывала уличные протесты в целом ряде стран, поддерживала сепартийские движения, поддерживала, например, на Ближнем Востоке возможность атаковать другие государства, опять же, через террористические группы и так далее. То есть шантаж, миграции, продовольственный шантаж, энергетический шантаж и так далее. Горячие войны не одна, не только в Украине, естественно. Та же Грузия, та же Сирия, тот же Ближний Восток, Ширия и так далее. То есть после этого я просто, честно говоря, хочу понять, а кто реально это слушает? Вот кто реально верит субъекту с низким уровнем интеллектуального продукта, который он генерирует, который набор штампов говорит, и он выходит опять заунывно в таком своем ноющем стиле. Вы знаете, на нас напали. Мы так защищали мир от нацизма, на нас напали. Во-первых, он не защищал мир ни от такого нацизма, не забывай. Этот субъект занимался другой работой, когда работал в системе государственной безопасности. Он занимался чуть-чуть другой работой, и к войне он точно не имеет никакого отношения. И к смертям людей, не понимая ценность людей, которые заплатили гигантскую ценность за то, чтобы Европа не была коричневой в середине прошлого века, вот этот человек, в принципе, сегодня говорить о том, что он что-то, кого-то, где-то, и на него кто-то напал, ну это очень круто. Мне кажется, это в принципе надо фиксировать, потому что это имеет отношение к другой науке, не к исторической, не к политологии даже, а еще раз подчеркиваю, к особенностям психоаналитических наук и так далее. Рефлексировать по этому поводу, делать какие-то выводы, обращать на это внимание точно не стоит. Вы посмотрите мрачный, траурный тип этого парада. Количество времени, которое было затрачено, количество техники, которое было использовано, основные люди, которые принимали участие, это курсанты и какие-то ряженые, классические русские ряженые казаки, да? Ну то есть это абсолютно отвратительное зрелище, которое, на мой взгляд, очень полезно, потому что оно, первое, обнуляет концепцию российской неоимперии, которую они напарили своему нищему населению, они долгое время говорили, смотрите, вас все боятся, вы такие великие. Вот сейчас они увидели на площади детей, женщин и казаков ряженых, которые и составляют сердцевину, оно вызывает отвращение. Второе, никакого праздничного приема нет. Вот эти лидеры, которые приехали, кстати, наше Министерство иностранных дел сделало соответствующее заявление, что они таким образом демонстрируют презрение к гуманизму как таковому, поддерживают заведомо военного преступника, против которого уже возбуждено уголовное дело, есть ордер на его задержание, и, соответственно, показывают презрение к Украине, которая воюет за свою свободу. Ну, ничего, смотрите, Бремеш, оно же точно все расставляет. Я думаю, субъекты, которые приехали сегодня посидеть за столом с Путиным, тоже понимают это прекрасно. И возвращаясь к этому, и вот такое, знаете, и все время ожидания, может быть, беспилотники проатакуют с неба, да, везде бегают ребята с ружьями, и, соответственно, вот ощущение апокалипсиса, да, в фатальной сценарии, то есть Москва, которая погружена в растерянность, в страх и в ожидание неотвратимого наказания. Можно ли было ожидать более идеальную картинку финала этого субъекта, который он стремительно продвигается? И посмотрите на его лицо на этом фоне, да, и на вот это абсолютно бездарное выступление, написанное третьеклассником, я думаю, ну, или там его рарарайтерами, которые уже, в принципе, и выглядят интеллектуально очень ничтожно. Мне кажется, что это очень красноречивый сюжет, очень красноречивый. Вы знаете, вот вы сказали, что некоторые YouTube-каналы показывали трансляцию этого аппарата. Мне кажется, что в этот день как раз нужно было транслировать и показать новые спутниковые снимки Google о территории Украины, на которых зафиксировано разрушение, но и без слез, на которые смотреть просто нельзя. Вот сейчас мы на экране видим эти фотографии, которые опубликовал Google. Вот мне кажется, в эти дни, вот дни, когда мы вспоминаем жертв нацистов, нужно видеть, что сейчас происходит на Украине и говорить об этом. Вы абсолютно идеальную формулу предлагаете. Пока предлагаете показать, что делал нацизм в прошлом веке, картинки разрушенных городов, разрушенных территорий, стран целых, и показать то, что делает сегодня Россия в Украине. Это было бы действительно правильно, оправдано. Это точно правильно бы ставило акценты и в этой войне, и в принципе, почему Россия должна быть, в принципе, правильно вписана уже в историю. Вы знаете, простите, я вас перебью, но ведь даже вот многие эксперты говорят о том же Мариуполе. Вот то, что творили нацисты в Украине, вот русские оккупанты уже, ну просто, намного больше убили тех же людей, намного больше разрушили. Если взять, например, тот же Мариуполь, когда говорили, что за все время оккупации там погибло нацистами, по-моему, два года оккупации там было, около 10 тысяч людей, и русскими там было убито больше 20 тысяч, это по самым скромным оценкам. И опять же, Путин сегодня говорил, что мы освобождаем жителей Донбасса, да, и вот эти фото, как они освобождают, как раз иллюстрация его слов. У нацизма нету степеней, все являются адептами зла. И, несомненно, нацизм прошлого века и нацизм сегодняшний, который в абсолютно, скажем, стерильном виде демонстрирует Россия, это именно нацизм, да, мы называем это расшизм, потому что это более укорененно с точки зрения того, что эта сущность является. Если для Германии прошлого века на фоне реваншизма после Веймарской Республики, понятно, это был определенный исторический период, то для России это является отражением ее истинной сущности, но с точки зрения идеологического наполнения. Это малограмотная большая толпа, которая все время ненавидит окружающих, и все время хочет свою ненависть реализовать через разрушение окружающих, ради разрушения, не ради контроля даже, а ради разрушения. Так вот, возвращаясь к Мариуполю, смотрите, ну, во-первых, нету никакого донбасского народа, и никогда не было, и никогда не будет. Есть украинский народ, есть украинская территория, на которую пришел субъект, который не генерирует ничего, кроме ненависти, пришел ее убивать. И, естественно, захватив плацдарм в 2014 году, это второе, он построил там криминальный анклав, который насытил криминальным отборным элементом, который, в принципе, беспредельничал на этой территории 8 лет. И дальше, чтобы развить вот эту криминализацию Украины, превратить ее в такую большую объемную руину, он, собственно, начал второй этап войны. Если второй этап войны не получится у него, а мы его не закончим правильно, а правильно его можно закончить только выходом на границу 91-го для нас и началом большой трансформации политической в России, иначе это не будет, это должна быть сочетанная победа. У нас будет третий, четвертый этап, ну, или медленная эрозия, или быстрая эрозия украинской государственности, и мы исчезнем как государство. Для России в таком виде крайне важно, чтобы Украина не существовала. Теперь уже это 100%. Если раньше они думали, что тут кого-то убьют, помните, в самом начале они говорили, что у них есть там несколько, ну, вернее, готовились несколько разных типов населения здесь, небольшую часть они вырежут, ну, в полном объеме те, которые являются активными проукраинскими гражданами, пассивных проукраинских, они в лагеря зазагонят, а остальные будут там играть роль вот такую, как коллаборанты играют на территории и тому подобное. То сейчас они 100% хотят уничтожить, чтобы стереть, чтобы переписать историю. У них сейчас это будет и дефикс, если мы неправильно закончим войну, то Россия захочет в любом случае Украину переделать, ну, грубо говоря, оставить название Украина, а здесь полностью все разрушить, уничтожить, чтобы это была одна большая разрушенная территория. И чтобы потом в истории вписать, вот они, видите, они же продолжают монотонно говорить. Им уже, в принципе, демократический мир весь точно говорит, смотрите, нацисты это вы, вот все определения, вот 10 классических признаков определения фашизма, вы в них точно ложитесь, у вас классика авторитарная, классика культа личности и так далее и тому подобное, но они продолжают свое вот это укра-нацисты, бандеровцы и так далее и тому подобное. То есть абсолютно точно, если они не проигрывают эту войну, они попытаются это опять же искривить исторический процесс как таковой. Нам это категорически нельзя допускать. И поэтому, смотрите, они пришли не кого-то освобождать, не какие-то народы Донбасса, это все не волнует этих субъектов, они пришли просто массово вырезать украинцев. Вот просто нужно это зафиксировать. И поэтому мы сейчас воюем не просто, и кому-то нашим партнерам надо объяснять, не за какую-то территорию там абстрактную, не за то, чтобы забрать полуостров Крым, нет. Мы воюем за то, чтобы защитить свое право на жизнь. Это фундаментальное право. Я даже не говорю про свободу, про конкуренцию и так далее. Я говорю про то, что мы воюем за право жить. Вот, соответственно, нам нужно в этой войне дойти до финала правильного. Ну, судя по всему, наши партнеры это понимают. Европейская комиссия передала 27 странам-членам Евросоюза предложение по утверждению уже 11-го пакета санкций против Российской Федерации. Вот как сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в Телеграм, вот в Украине в новом пакете санкции ожидают, я хочу просветировать сюрпризы для пропагандистов россиян, а также их экономики. Но, наверное, сюрпризы пока не будем трогать, дождемся все-таки. А на какие санкции все-таки можно рассчитывать? Вот что сейчас самое главное? Ну, в принципе, по большому счету, конечно же, самые главные санкции, которые еще только обсуждаются, это Росатом. Не забываем, но это одна из фундаментальных на сегодняшний день оставшихся рычагов влияния на целый ряд стран, потому что российская атомная промышленность активно работала в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и так далее. Даже в Западной Финляндии, насколько я знаю, есть реактор тоже. Да, безусловно, и в Центральной, и в Континентальной, в таких, как Франция, в государствах активно работала российская атомная промышленность. Поэтому это было бы принципиально важно все-таки это исправить. Вот вместе с газом и нефтью, в том числе, и наложить фундаментальные санкции на Росатом. Но, тем не менее, в этом пакете будут, конечно же, устраняться возможности обхода санкций. Это главное, потому что очень часто были вторые и третьи посредники, через которые действительно оборванные транзиты были на территории России. Об этом, кстати, госпожа Фундерляен на пресс-конференции говорила. О том, что нам нужно закрыть возможность обрывать транзит на территории России, когда третьи страны покупают определенные товары, везут его обязательно через Россию, и в России этот транзит обрывается. Это достаточно известная схема, они легко отслеживаются. Я думаю, что можно будет залатать эти дыры. Это очень важно. Вторая составляющая – это дополнительные ограничения индивидуального характера, персонального характера, на целый ряд исполнителей, которые не попадали в первичные пакеты санкций. Ну, то есть, грубо говоря, вы же понимаете, что можно санкции наложить, которые будут ограничивать возможность пользования банковскими карточками, передвигаться по миру, пользоваться недвижимостью где-то, снимать возможность жить где-то и так далее. Таких людей должно быть там не 10 тысяч, допустим, россиян, а должно быть там порядка миллион, полтора-два. Давайте возьмем «Единую Россию», посмотрим эту партию. Вот мне кажется, что все члены вместе с ее семьями должны быть заблокированы тотально, чтобы они могли ездить только в страны типа Северной Кореи. Это было бы неплохо. Я думаю, что взаимный туризм выглядел бы просто шедеврально. Венесуэла, Северная Корея, Россия. А, Эритрея. Иран может быть еще, да? Ну, Иран, да, может быть, Иран и так далее и тому подобное. Вот это было бы неплохо. Есть отдельные санкции, касающиеся, опять же, финансовых институтов. Ну, то есть, те, которые имеют там определенные корреспондентские счета, тут тоже надо очень тщательно подходить к тому, чтобы не было... Ну, там есть, например, определенные счета, которые должны быть дозаморожены, что ли, и так далее. То есть, есть и отраслевые регламентации, которые тоже нужно будет вводить по некоторым направлениям. Мне кажется, что это неплохо. Вы знаете, что здесь важно? Здесь важно углубление, очень важно, да? Это философия санкционная, это углубление. Понимаете, это же бюрократический процесс. И вот постепенно каждый пакет санкций удлиняет в последующем возможность России хоть как-то откатить что-то. То есть, грубо говоря, эта страна действительно будет отправлена на свалку истории, в экономическом смысле слова, и сможет работать только через страны-посредники с большим демпингом, и, соответственно, постепенно будет нищать. Она и сегодня-то уже не имеет того объема денег, которым они бравировали, напомню, там, 5 лет назад, 6 лет назад, когда они начали делать, вы помните, фонд национального благосостояния, через который инвестировали абсолютно абсурдные свои проекты, такие как «Сила Сибири». Ну, вот эти все безумные проекты. Сочинская Олимпиада, которая позволяла, знаете, там, на 30% олигархам становиться богаче. Это очень неплохая программа, мне кажется, сделает олигарха богаче в России. Она вот очень хорошо отработала по этой войне, где мы видим, что финансирование многих программ, технологических программ, например, в том же военно-производственном комплексе, оказалось фейковым. Это благо для нас, да, то есть мы понимаем, что в России коррупция, в России дураки и дорога – это очень важные параметры, которые определяют внутреннюю гнилую начинку этого государства. И, соответственно, это дает шансы всем остальным, несмотря на тот объем российской, скажем так, мощи, о которой она всегда заявляла, дает шанс выигрывать войны, вот как Украина сегодня и демонстрирует. Поэтому санкции – это очень важный, большой, объемный бюрократический процесс, который, опять же, на мой взгляд, уже является необратимым для России. То есть, чтобы России из этой петли выйти, ей придется действительно пройти через объемные процедуры покаяния, процедуры трансформации политических систем, перестройку и внутренних конкурентных отношений, и, соответственно, через большие объемные репорционные выплаты и так далее и тому подобное. То есть мне кажется, что вот сама Россия вот сейчас, да, они еще продолжают бравировать, хотя я посмотрел вот это мрачное, знаете, пессинистическое выражение в рамках этого парада, который они сегодня демонстрировали, ну, в силу работы мне необходимо это все смотреть, безусловно. Так вот, я увидел, они уже где-то подсознательно осознают, куда и как они будут финализироваться в своей вот этой истерике. Ну и учитывая, что 92% украинцев верят в победу Украины, то они делают правильно. Спасибо вам большое. Напомню зрителям, Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, был в нашем эфире. Всегда ждем вас на Фридоме. Спасибо. Спасибо. Спасибо.